здесь очень необычный бизнес он как бы бизнес наоборот классические бизнесы хотят получить деньги с клиентов что-то им продать а вы хотите клиентам деньги отдать и поэтому может показаться что она с одной стороны не такое но на самом деле здесь все то же самое просто надо убедить клиента забрать деньги ну и отдать кровь но мне кажется просто если бы вы платили к примеру лучше было понимание то есть если бы вы платили 100 тысяч долларов за донацию то сдала бы кровь 99 процентов населения страны правильно то есть эта история достаточно эластична вы понимаете насколько эластичен спрос на вашу услугу вам это нужно изучить как это сделать вам надо попробовать искривить тариф тарифы условно в один день платить 400 в другой 300 но это плохо потому что в остальные дни просто не будут приходить пробовать в одинаковых городах разную сетку в другие города ездить не будут то есть не будут из херсона ездить в суммы чтобы заработать на 100 гривен больше попробовать взять похожие города и и и поиграть тарифами вам надо понять насколько эластичен спрос это очень важно потому что может оказаться что вы стучитесь в открытую дверь и за 300 гривен у вас 100 тысяч донаций в год а за 350 будет 300 тысяч понимаешь добавил добавил 20 процентов а увеличил сбор в два раза насколько я помню у тебя экономика позволяет платить больше ну конечно да поэтому очень важно понимать эластичность спроса теперь даже если предположить что спрос вы выставили уже предельную цену возвращаемся к тому чего начали надо попробовать сделать так чтобы то что вы платите ценилось в больше чем вы тратите на это как это может быть к примеру идем снова в монобанк вы можете попробовать давать клиентам которые у вас сдали кровь какие-то скидки на аптеке ли на продукт или от вас как от партнера получается история очень не ну вот ее надо понять это мент ментальный сдвиг говорите вы знаете если вы нас кровь сдадите весь месяц в котором вы сдали кровь у вас будет 10 процентов кэшбэк на продукты вот новом карту даю 10 процентов кэшбэк на продукты 10 процентов кэшбэк на продукты кстати это может быть экстра 200 мы вам покажем цифры вы увидите но не 10 дадите 3 не на продукты и на аптеке вот эта история мне очень понравилась архивом анализов и вообще история про анализы вы сюда идете кровь сдавать пока вы сдадите кровь вы получите такой чекап что вам больше не надо делать регулярный чекап вы просто полежите 45 минут в кресле мы вам дадим развернутый анализ того что с вами происходит мы вам дадим мы вам сделаем кардиограмму все дела это сложно но попробовать продать это как обследование медицинское то есть деньги плюс медицинское обследование если вы опросите клиентов своих как как они ощущают сколько стоит полный медицинский чекап вы для себя неожиданно обнаружите что ценят они медицинский чекап раза в три дороже чем он обходится потому что никто не делает их по себестоимости рентабельность в этой отрасли минимум 300 процентов когда делают обследование и это то место где ценность намного превышает цену то есть если вы научитесь продавать клиенту не донорство а то что нужно ему ответьте на вопрос что нужно вашему клиенту ему нужно не от крови избавиться своей ему нужно первое деньги ему может быть нужны скидки ему может быть нужны анализы потому что ему все равно хотелось сделать чекап и понимать что у него все окей ему попросив за это немножко того чего нужно вам это вот так вот все перевернет